Привет всем. Довольно давно мне не дает покоя одна простая мысль по поводу статистики браков и разводов. С трудом верится в официальную цифру в 60% или около того. Давно уже здравый смысл подсказывал, что если заключается x браков, а 60% из этого x распадается, то образуется положительная дельта, которая накапливается с годами. И поскольку речь идет о довольно больших цифрах, то через какое-то конечное число лет, плюс-минус 100 скажем, а может и быстрее, брачное положение должно покрыть все доступное население, которое теоретически хотя бы может находиться в браке. И дальнейшие колебания будут оставаться только в том проценте, который распадается и умирает. То есть для браков, как и для людей, допустима следующая логика. Значит, убытие браков бывает двумя путями. Либо один из людей умер, либо они развелись. Прибытие браков бывает только одним путем. Это заключение нового брака. Как бы мысль довольно легко себе представить, но ее хочется все-таки иллюстрировать. Мне давно это хотелось сделать. Я сделал такую примитивную модель буквально вот на Excel. Значит, модель, естественно, с рядом упрощений. Здесь приняты некоторые округления. Сейчас я поясню, в чем состоит моделирование. Значит, во-первых, все моделирование происходит на прямоугольнике в тысячу клеток общей площади. То есть все вычисления делаются не для всего населения страны, а для условной тысячи. Потому что эту тысячу можно размножить и по пропорциям все должно сохраниться на все общество. Значит, в этой тысяче клеток зеленая клетка обозначает состояние вне брака. Причем пунктиром сверху я обвел 20%, потому что примерно 20% это население, которое теоретически не может состоять в браке. Это сумма всего населения до 16 лет. На самом деле процент браков возрастом с 16 до 18 тоже ничтожно маленький, так что даже подход к этой границе уже невозможен просто. А люди, состоящие в браке, соответственно, обозначаются красным. Число браков всегда четное, то есть если они прибавляются, то на 2, если убавляются, то на 2. Из чего складывается инкремент и декремент в году? Во-первых, считается выбытие через смерть. Я посчитал, исходя из нашей современной статистики, примерно за 17-й год, что с некоторым упрощением для тысячи человек примерно 3 человека должны прибыть и убыть. Это и упрощение в модели, и примерно соответствует нашей современной системе. То есть у нас прибытие и убытие примерно равны, будем считать. То есть 3 человека убыло, 3 человека прибыло. Эти 3 человека выбираются случайно. Одно из упрощений модели тоже в том, что вероятность попадания смерти абсолютно одинакова на всей площади. То есть здесь нет никакого учета распределения смертей. Выбирается случайная точка, и если она попадает в свободного человека, который не в браке, то ничего не происходит. Число браков не меняется. Если она попадает в человека, который находится в браке, то число браков уменьшается на 2, не на 1. Соответственно, ротация на 3 человека на 1 цикл 1 год. Получается, что минимальное количество убытка в браке может быть 0, если вдруг повезло так. А максимальное количество убытка в год в цикле 6. Далее. Про начальное число 278. Я его взял из переписи населения за 2010 год, посчитав процент от всего взрослого населения и какой из них процент состоит в браке. В официальном браке. Там есть такая табличка. По большому счету, начальная цифра не имеет никакого значения. Можно начать, например, с ровно с половины. Важно смотреть, что происходит, собственно, с динамикой во время итераций. Хотя начальное число, откуда начинается, влияет на вероятность того, куда попадет смертельный случай. Чем красная зона больше, тем, соответственно, пропорциональнее выше шанс, что попадает в нее. Ну, можно считать, что это тоже некоторые упрощения. В общем, число браков на 1000 в моей модели стартует с числа 278. Далее. Прибытие браков и убытие браков. Значит, браки прибывают посредством заключения браков. Я взял статистику с сайта ГКС за 2017 год. Получается, там есть отдельная цифра, считается, на 1000 человек. Значит, 7.1 браков на 1000 человек в год. Поскольку я считаю в штуках, да, на 1000, то я округляю до целого числа, просто чтобы не заморачиваться с дробными вычислениями. То есть, 7. В моей модели заключается 7 браков в год. Естественно, 7 браков заключается только среди тех, кто браки не состоит. То есть, это только прибыток. Разводы. Значит, по статистике Госкомстата получается, что 4.2 развода на 1000 населения в год. Соответственно, я округлил тоже до 4. 4 брака распадаются. Значит, когда распадаются 4 брака, отнимается 8 людей от красного массива. Потому что каждый развод это минус 2 человека. То есть, получается, что на самом деле этот квадрат можно так мысленно поделить по вертикали, пополам. Тоже одно из упрощений здесь, что число мужчин и женщин здесь абсолютно одинаково. И полувозрастная пирамида тоже не учитывается. То есть, считаем, что она абсолютно прямая. В общем, единственный элемент случайности здесь, это попадает ли смерть в человека, который в браке или не в браке. Из-за этого происходят некоторые колебания, и поэтому можно посмотреть, как развиваются несколько циклов. Что я, собственно, и сделал и показываю вам видео. Смотрим. В общем, легко заметить, что из 10 проделанных мной циклов, то есть один полный цикл, это 100 лет, естественно, наблюдается существенный заметный рост в проценте браков на эту тысячу человек. То есть, понятно, что если эту модель продолжить еще лет там на 200-300, то браки заполонят все это пространство и подойдут к пунктирной линии, чего быть не может. И вообще говоря, здравый смысл даже подсказывает, что и колебаться эта линия красная, по идее, уровень, сильно не может. Ну, потому что это медленно меняющееся число, оно должно примерно коррелировать с рождаемостью-смертностью, причем в отнесении на какое-то время назад. Соответственно, если в этом красном наблюдается какой-то рост, тем более, если этот рост резкий, то это автоматически означает, что что-то в модели очень серьезно не так. Я не социолог и не ученый, и не знаю, что в этой модели не так, но я вижу, что такого поведения быть просто не может. Ну, не может. Поэтому мой следующий эксперимент был. Я решил посмотреть, а что будет, если процент разводов приблизить к тому, о чем говорят в нашем сообществе. То есть там 90 или даже приближается там чуть ли не к 95 процентам. Вообще здравый смысл подсказывает, что так и должно быть. То есть те, кто выбыли через смерть, остальные должны выбывать через разводы. А общее число почти не должно изменяться. Ну так, плюс-минус. В общем, чтобы не делать сложных вычислений, я подставил число разводов в год не 4 на 1000, а 6. И вот смотрите несколько циклов, как теперь ведет вся система. Каждый цикл это 100 лет, 100 итераций. Видите, что все равно наблюдается заметный рост, хотя, конечно, намного меньше, чем в первой модели. Что подсказывает о том, что скорее всего тоже это неправдоподобно. Слишком резкие изменения происходят. То есть получается, что реальная цифра на 1000 должна быть больше, чем 6, но меньше, чем 7. То есть на глаз как раз приближается где-то там, наверное, процентам к 90. Плюс-минус. Заметьте, что это с учетом того, что в этой модели все упрощения сделаны в пользу оценки снизу. Потому что та же смерть, например, должна попадать пропорционально больше на людей старшего возраста, которых и так меньше по численности. И вероятность того, что они состоят в браке, тоже меньше. В общем, цифра про 60% разводов как вызывала сомнения, так и продолжает вызывать. Либо я неправильно понимаю значение этого числа, но вроде бы цифры абсолютные, я не знаю, как их еще можно интерпретировать. Либо в этом уравнении с прибытием и убытием в числе браков. Есть какие-то еще существенные переменные, которых я не знаю и не учитываю. Если есть идеи, что это за переменные и как вообще в целом можно скорректировать эту систему до более правдоподобной, то прошу в комментарии. Спасибо за внимание. Пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok